С великой миссией рассказать о Боге, о Его законе, что Иисус Христос умер и воскрес в третий день, чтобы дать нам спасение. Он умер за наши грехи. Это самая радостная весть. Не надо, братан. А если вы олеякум знаете, тогда вы должны знать, что написано в этой книге. Вы должны тогда уметь прочитать, что здесь написано. Откуда? Ну, читай. Олеякум. Мы пришли сюда возвестить о суде Божьем, что тут делается. И радостная весть, что Иисус умер и воскрес в третий день и дарует спасение всем приходящим к Нему с раскаянием. Да придет с вами спасение. Да, только дает это по благодати, говорит, не по закону, Павел пишет. Понял. А кто такой вообще Иисус? Что, кто? Кто такой Иисус? Иисус Христос кто? Спаситель. Имя Иисуса означает Спаситель. А как Он нас спасет? От как? Он умер за наши грехи, я же сказал. Нет, но Он умер за наши грехи. А как Он нас спасет? Покаянием, потому что меня за мой грех наказывать Бог уже не будет. Потому что за Него ответил другой. Как говорится, я в долговой яме, а банкир за мои долги заплатил. Как? Он взял на себя долг, а меня выпустили. Это значит то, что можно варить хуйню всякую, а потом за это ничего не будет, да? Покаялся уже на старое, не возвращается, говорит, как пес на блевотину. Или вымытая свинья идет валяться в грязи? Нет, я просто не понимаю нынешнюю церковь. Ну, я вам говорю, что это во всем мире. Получается то, что люди идут, замаливают свои грехи, потом опять делают хуйню, опять идут, замаливают свои грехи. Нет, так нет, я же вам сказал, что если человек не слышал, пришел, покаялся, и он в покаянии говорит, Господи, я понял, мне в аду гореть, прости меня, я обещаю служить тебе по заповедям твоим жить. Больше он никогда не возвратится. Я вот принес покаяние в 23 года, а то получается 58 лет назад. И меня, Господь, сохранил от всего. Я еще ни одного матерка за жизнь не сказал. Ни одного. Ну, было. А не сидел-то не за бабушкиной стенкой. Работал в МВД, строго режимном лагере к прорабам. В армии, за слово Божие, отбыл пять тюрем и лагерь. Я бы мог там научиться, а никак. Я там молился, и новые люди обращались. Вставали на путь истинный. А? Сколько вам лет? В 81-й год. Город Барновол, Алтайский край. Игнатий Тихонович Лапкин. Офигеть. Ладно. А вас как звать? Меня зовут Валентин. Как? Валентин? Да, да. Вы знаете, Валентин, переводится с латинского, сильный. Будь сильным против греха, против табака, против неправды. Для Бога, Валентин. Я не верю в Бога, на самом деле. Ну, если вы не верите в Бога, про вас тоже написано 3000 лет назад, в Библии. Псалтырь, 13-й, 52-й Псалом. Сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. А если я не делаю никаких преступлений? Никого не обманете. А узды-то нету. Надежда Константина Крупская, жена Ленина, говорила, религия-узда для масс. Революции надо делать без Бога. А дальше жить-то никак. ГУЛАГ надо строить было. Я не верю в Бога, и я не совершаю никаких деяний. Если вы не веруете, написано в Библии, верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную во Христа. Не верующий не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Миллионы, миллиарды дизлайков тебе. Ты в огне с сатаной будешь. Ну, буду гореть в воду, получается. Надо верить. Знаете, есть такой небольшой сейчас ролик, 12 минут, называется «Интерью с дьяволом». Потом посмотрят, а не наш. Интерью прямо с дьяволом в лесу идет. И все эти вопросы дьявол отмещает. 12 минут. А мы верим, что это правда. А вы его смотрите, сами решите. Вот если вы зайдете на мой канал, видеоканал у меня в Ютубе, он самый большой в Ютубе мой канал. Понял. Называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Сейчас я найду. Давайте. У нас 20 500 роликов наших. «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Нашел. Общий просмотр 46 миллионов. А подписчиков 45, кажется, 800 тысяч. Понял. Вы там найдете, Валентин, все, что пожелаете. Еще есть сайт, не Ютуб, через Гугл, сайт «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Там 38 моих томов книг вышли у меня в бумажном варианте. Еще 7 томов в интернетной версии. О чем книги? О, о чем. Я отвечаю на вопросы, дальше мои проповеди. Их таких книг не было и нету нигде. И не будет. Они не имеют аналога. Вот у меня там последняя тома, 4 тома, по 800 страниц стихи. 4 тома стихов. Не, я музыкант. Вы не отрицаете то, чего не знаете. А когда узнаете, вы скажете, блажен этот день и утро, когда мы встретились. Не скажу. Не говорите заранее. Я молился утром, говорю, Господи, пошли мне доброго человека, чтобы можно было рассказать о тебе. И вот они. Какого не произойдет Бога, я не поверю точно. Ну, не веря, знаете, почему? Говорит, делающий добро идет к свету. Да бы явно дела были его. Делающий зло и ненавидит свет. Потому что дела его злые. Вот и все. Третья глава Евангелия от Иоанна. А при чем тут вера, если можно не совершать никаких грехов? И при этом не верить в Бога? Если ты не веришь в Бога, ты слепой, написано. Слепой, глухой и мертвый. Библия говорит, ты не знаешь, что делать. Потому что государственные законы, конституцию сейчас меняют. А библейские законы, евангельские, 2000 лет. Для всех государств, для всех наций. И не меняется ни одна буква. Вообще, я считаю, что веру в христианство придумали лишь для того, чтобы контролировать народ. Придумали для чего? Для контролирования народа. Так, заметьте, давайте. Кто придумал? Апостолы, апостолы. Только один остался живой, остальные их казнили. Придумали, чтобы их казнили? Когда их христиан... Это придумало государство, чтобы контролировать... А какое государство и кто-то делал? Назовите конкретно. Да нет еще. Если у нас календарь сейчас идет какой? Все знают, Юлиановский. А кто? Юрий Цезарь. Мы назначим, скажем, даты до новой эры. А вот сейчас по новому стилю, Папа Григорьев. Все известно. А христианство кто изобрел? А где сказано то, что написано в книге, это правда? А знаете, Валентин, два момента, которые заставляют меня верить в это. В первую очередь искренность. Даже самый отрицательный на лучших героев, и оно в Библии написано. Ни Сталин, ни Ленин на себе ни одной строчки не написали. Далее, что я узнаю? Бог живой и отвечает живым на живую молитву. У меня находятся здесь, приходят разные люди. Я молюсь с ними, и сразу же исполняют Бог. Значит, Бог живой. Второе. В Библии говорится, что будет дальше за 2000 лет. С названием имени. Количество сроки. Что будет через 2000 лет? А? Что будет через 2000 лет? Ну, вот сейчас определенно я вам скажу, что где написано. Не просто написано, а где. 17-й, 18-й главы апокалипсиса говорят о Москве, что она будет сожжена в один час. Дальше говорится, 13-й глава, что на всей земле будет один правитель. Границы, значит, исчезнут. Столица мира какая будет? Москва? Она сгорела. Вашингтон? Пекин? Нет. Иерусалим. И там будет сидеть. Какой национальности человек? Кто в Иерусалиме живет? И он будет царствовать над всей землей 3,5 года или 42 месяца. А этого ничего нету еще. А вплотную все подходит. Чипирование, события на Востоке. И то, что посольство Трамп перенес в Иерусалим из Талявива. Это быстрое, нарастающее исполнение Слова Божия. Да нет, дедуя, мне кажется, у вас маразм уже. Вот смотрите. В Библии написано. И пала с неба звезда Полынь. Имя ей. Полынь. И были отравлены реки. А никто не знает, что это такое. И вдруг оказывается, где она находится? Украина. А что там? А Полынь по них называется Черное Былие. Чернобыль. Четвертый реактор взорвался. И река Припять отравленная. И это 2000 лет назад было сказано. Нет, дедуя, это все вред. Но вы услышали, конечно, для вас. Не сразу оно, говорят, в уши пролезет. А если бы... Но такого не бывает. Такого бы не было. Ну, хорошо. Я конкретно спрошу. Вы знаете, сколько сегодня исповедует христианство? Ну, я не знаю, миллион, а два человека. Два миллиарда двести миллионов. А сколько человек считает, исповедует эту религию? Сколько же? Два миллиарда. Внимательно слушайте. Уже четыре миллиарда двести миллионов. Индусы и прочее, там, Китай. Два миллиарда. Шесть миллиардов. И получается, атеистов, неверующих, гностиков, всего только восемь процентов с половиной. На всем земном шаре. Но на них падает преступление девяносто девять и девять десятых процента. Да на самом деле, если... Это не точная статистика, я уверен. О, нет. О, нет. Потому что вот к любому подойти на улицу и спросить, веришь ли ты в Бога? Ну, ладно, не все. Мне восемьдесят первый год. Я еще не сказал ни одного матерка. Вы мне найдите человека, там, где находитесь, чтобы восемьдесят лет он прожил, и ни разу не заругался. Среди неверующих. Это что, ругаться, это плохо. Ну, это зачем говорить? Щехов, Антон Павлович Щехов, вы его признаете за писателя? Ну, я его... Скверное слово является низостью и убожеством души. Владимир Владимирович Маяковский. Вот, Маяковский, это тема. Маяковский говорит так. Пусть с фронта борьбы поступают сводки, что вышли победителями из боя злого. Не выпито ни единого стакана водки, не сказано ни единого бранного слова. Ну, он так говорит, а в других стихах он... Я говорю о том, что есть. А Лермонтов на смерть поэта Пушкин написал, есть божий суд на перстике разврат, а есть грозный судья он ждет. Он недоступен звону златой, и мысли, и дела он знает наперед. Так и у Лермонтова, и у Маяковского много стихов. Ну, да. Да. Возьмите его поэма «Демон». И ныне возле кельи той насквозь прожженный виден камень, слезою жаркою, как пламень, нечеловеческой слезой. Когда демон вспомнил, где он был, и пал, услышал песню ангела. Слиз глаз, слеза тяжелая катится. Понял. Я не знаю, на самом деле. Не торопитесь, не знаете, это не такой большой недостаток. Вы молоды. Вы сегодня, вот, в Сретене, праздник такой. Христос, Христа встретил Симеон, Богоприимец. Это Библия нам говорит, Евангелие от Луки, и мы верим это. А в люди, не знаю, говорят, зима, с летом встретились. Ладно, я пойду дальше, иначе у меня уже головато. Так, если вы пожелаете встретиться, то в скайпе Игнатий Лапкин найдете. А этот пока посмотрите. Я еще говорю, такого нету ни одного канала. Вы увидите, как у нас девушки одеваются. Как в хиджапе. Два платка, платья какие. Юноши, ни одного безбородого нету. И работают где юристы, программисты, врачи краевой больницы. Ну, обязательно посмотрите. До свидания. Так, с Богом, Валентин.